Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, и вчера нас Фераксис удивила тем, что сделала анонс еще одного дополнения к Сидмерс Цивилизейшн 6. Дополнение называется Gathering Storm. Дословно можно как «собирание шторма» перевести, но лучше, пожалуй, сказать «тучи сгущаются» или «кажется, дождь начинается», что-нибудь типа такого. Кстати, интересно, что в этом году уже выходило дополнение с таким названием для игры Hearthstone. И вот это мое видео будет посвящено, собственно, известным фишкам этого дополнения. Тем более, что сразу же после анонса Фераксис провели стрим игрового процесса при участии геймдизайнера 6 Цивы Эда Бича. Так что очень много внимательных зрителей из этого видео и почерпнули. И, собственно, во время моего говорения игровой процесс из стрима Фераксис будет у вас на экране. Собственно, что еще показывать. Интересно, правда, что стрим начался с обращения самого нашего Сида Мейера. Причем он предстал в образе такого дедушки в каком-то таком кардигане, что ли, одетом. И он произнес речь, общий посыл был которой о том, что Фераксис прислушивается к сообществу. Очень много фич используется. Но, как мне кажется, это сделано было для того, чтобы вернуть веру поклонников 6 Цивы в то, что Фераксис все-таки не совсем это ради денег все делает, а ради какого-то игрового искусства. Потому что, во-первых, последние 2-3 года полное ощущение, что разработчики вообще не слышат того, что хотят в игре улучшить игроки. А во-вторых, иногда даже просто используют игроков. Это вот знаменитая история с шпионским софтом в играх от Фераксис. Правда, тут скорее, как мне кажется, больше издатели виноваты. Но, тем не менее. Да и оценка в 66% положительных отзывов для 6 Цивы все-таки говорит сама за себя. Тем не менее, слова словами, а важны действия. И, судя по тому, что нам обещают в этом дополнении, Фераксис действительно к игрокам прислушивается. Ну, давайте по порядку. Название у дополнения «Говорящие» и посвящено оно будет, удивительное дело, погодным катаклизмам. И, как метко, у меня то ли в чатике Телеграма кто-то уже написал по этому поводу, мол, Цива каким-то странным образом становится похожей на Cities Skylines. Ну, конечно, по механикам нет и рядом, но по идее, несомненно, да. То есть, основная фишка этого дополнения в том, что в игру добавляются всякие эффекты природы. Вулканы, штормы, изменение климата, наводнения, засухи и так далее. Меня, конечно, беспокоит то, чтобы эти все катаклизмы не были слишком рандомными. И так, в играх очень важное место появления. А если на вас еще и будут катаклизмы влиять, которые не влияют на ваших соперников, то это будет совсем грустно. Хотя, в анонсе нам говорят, что катаклизмы в краткосрочной перспективе наносят урон клеткам, где они происходят, но в долгосрочной дают какие-то бонусы. Например, разливы рек затопляют прилегающие к реке равнины и луга, но при этом повышают урожайность этих земель. Извержение вулкана делает так, что магма течет по склону и наносит урон клеткам, тайвам, по которым она течет. Зато после извержения эти клетки получат долговременные преимущества вулканической почвы. Правда, пока фиг знает, что это такое. При этом нам еще говорят, что в шестой циве всегда были континенты, но рельеф не всегда соответствовал их расположению. А в дополнение это исправят, и теперь горные цепи, вулканы и геотермальные поля будут располагаться как положено, ближе к границам континента. Ну и так далее. Более того, катаклизмы будут зависеть от клеток, где располагаются ваши империи. Так, снежная буря, естественно, не может произойти в пустыне. Она происходит только в клетках тундры. В пустыне вас будет ждать песчаная буря. И интересно, что вроде как России даже добавят способность, что абсолютно логично, не получать никакого урона от снежных бурь. Ну, урона или штрафа, пока не совсем понятно, что конкретно будут приносить эти катаклизмы, каждый из них. Раз уж я заговорил про нации, то в дополнение обещают 8 новых наций и 9 новых лидеров. То есть будет еще какой-то один дополнительный лидер к тем нациям, которые уже есть. Я в комментариях объявляю конкурс прогнозов. Пишите, как вы думаете, какие 8 наций появятся в этом дополнении. Причем, как и с предыдущими анонсами, кое-какие нации можно разглядеть в ролике, в трейлере анонса Gathering Storm. Я его вам не показываю, потому что мне кажется, лучше это время занять показом игрового процесса. Но если вам хочется его посмотреть, то ссылка в описании к этому видео имеется. Так вот, судя по этому ролику, я, например, уверен, что будут как минимум инки и что-то полинезийское. Полинезийское, видимо, и либо Полинезия, либо Маория. Ну, тут могут быть варианты, потому что, например, с той же Норвегией тоже были варианты. Это могли быть Викинги, могла быть Дания. Вот нам дали все-таки Норвегию. Потом, опять же, судя по ролику, как мне кажется, будет Византия. Ну, а в самом стриме внимательные зрители уже разглядели какое-то уникальное сооружение Карфагена. Что, видимо, еще будет и Карфаген. Из новых лидеров, я думаю, что, скорее всего, будет какой-то лидер для Испании. Но, опять же, тут сложно сказать. Понятное дело, ради пиара и ажиотажа Фераксис будет каждую новую нацию раз в неделю анонсировать. И как раз вот за неделю до выхода дополнения мы все эти нации и узнаем. Но, тем не менее, интересно ваше мнение почитать в комментариях, какие же нации добавят. А если я затронул тему изменений нации, то вот в стриме вы видите, например, что у Англии изменился цвет. Там же во время стрима Эд Бич сказал, что цвет точно поменялся у Австралии. Он уже не будет зеленым, а, видимо, станет желтым, скорее всего. И, естественно, у наций добавятся или поменяются способности в духе этого дополнения. Изменится роль стратегических ресурсов. Они теперь будут конечны. Правда, опять не совсем понятно, все ли стратегические ресурсы. Но те, что касаются энергии, то есть это уголь, нефть, они будут конечны. Более того, их использование будет влиять на климат. То есть во время стрима, например, была такая фраза, что вы можете сжечь весь свой уголь. Там три штуки угля, которые у вас есть. Но при этом вы повлияете на глобальное потепление. Начнется глобальное потепление, которое будет негативно влиять на всех игроков на карте. И это тоже некая стратегическая составляющая. При этом сначала вот у вас есть невозобновляемые источники энергии. Уголь, нефть. А потом, открывая современные технологии, вы откроете доступ к возобновляемым источникам энергии. Но выбор источников энергии непосредственным образом влияет на температуру на планете. И может привести к таянию полярных льдов и повышению уровня моря. То есть, опять же, один из вариантов игры, чтобы открыть себе куда-то проход, растопить полярные шапки. Возвращение Всемирного Конгресса. Ну, я об этом говорил, что это точно будет, что они в дополнение вернут Всемирный Конгресс. Как я и говорил о том, что стопудово еще одно дополнение выйдет зимой. Я прям Нострадамус, Ава мне. Но это настолько логично и, слава богу, что он вернулся, что даже неудивительно. Но работать он будет явно по-другому, не так, как в пятой циве. Потому что нам говорят, что мы будем зарабатывать некое дипломатическое одобрение, заключая союзы и влияя на города-государства, а также принимая участие во Всемирных Играх. И, видимо, вот то, что в пятой циве у вас были голоса от городов-государств и там от религий, еще там от чего-то, то в шестой циве будет некая механика дипломатического одобрения. Но пока не совсем понятно, какова она. Появятся инженерные проекты тоже, о чем много-много раз просили и писали игроки. Вы сможете наконец-то строить каналы. Причем сейчас уже игроки немножко разобрались, как это действует. Канал является районом отдельным. И можно построить как бы только два канала рядом. Ну, просто в соседних клетках города можно построить два канала. Так я так понимаю, что чтобы провести корабль из одного моря в другое море, у вас должен быть перешейк максимум три клетки. Но этого достаточно вполне. Я думаю, если у вас есть такая необходимость и построить канал в три клетки, не проблема. Другой вопрос. Раз, если это районы, то, видимо, будет какое-то ограничение по количеству зрителей, по количеству жителей в городе. Ну, посмотрим опять же дальше. Обещают дамбы. Дамбы тоже будут районы. Это для того, чтобы затопления у вас не было. Если реки разливаются, если повышение температуры на планете начинается, появятся тоннели, железные дороги. Вам придется изначально задумываться о том, что прибрежные низины могут затоплены быть, когда вы ставите города на побережье. Появятся технологии и социальные институты будущего. Вот всегда в цире... Ну, точнее, не всегда, по-моему, все-таки в третьей или второй цире были технологии будущего. Но вот в четвертой и пятой точно всегда развитие заканчивалось на том, что нам известно. Вот в современности. В дополнение же Гезеринд Шторм нам обещают конкретно одну новую эпоху, которая будет эпохой будущего. И там будут новые технологии и новые цивики, естественно. При этом еще и говорят о том, что научная, культурная и военная победа будут переделаны, как-то изменены. И вот эти технологии будущего будут влиять на развитие в игре. Надеюсь, это все касается и термоядерных ракет, и ядерных ракет, и быстроты постройки космического корабля, чтобы это все было более сбалансировано. Но подробностей пока нет. Обещают также 7 новых чудес света, 7 новых чудес природы. Ну, вот из чудес света я, например, на скриншотах и так вижу и мост Золотые ворота, и Панамский канал. 18 новых юнитов, 15 новых улучшений, 9 новых зданий, 5 новых районов. Как минимум, Дамба и Каналы — это районы. Мы точно уже знаем, что это новые районы будут. Два набора городов. Это вот мне сложно сказать, что это такое, но мне кажется, имеется в виду стилистика их отображения на карте. Вы знаете, например, если вы играете за какую-то европейскую нацию, то стиль отображения городов там европейский. Вот добавят каких-то два новых стиля. Как мне кажется, тут я не уверен. 9 новых технологий и 10 социальных институтов. Видимо, чисто из эры будущего. Обещают улучшенную систему шпионажа, изменение условия, как я вам сказал, различных побед и, естественно, новые исторические моменты. Что интересного мы заметили во время стрима? Во-первых, теперь различные горы и реки имеют собственные названия. Причем, если вы первым открываете эту реку, то название дается по вашей нации. Это, конечно, офигительное нововведение. Оно никак не влияет на механику или на игровой процесс, но добавляет прям плюс 100 к атмосфере первооткрывательства. Идет такой ваш скаут, ля-ля-ля, ля-ля-ля, видит реку и называет ее. Вот в стриме здесь Лондон стоит на реке Темза, что логично. И как сказали разработчики, у них в игру будет встроена огромная база названий в соответствии с нациями. И я думаю, например, в сетевой игре вы можете наткнуться на реку, которую вы нашли не первыми, увидеть ее название и понять, кто ее нашел первым. Тоже интересная система. Я думаю, за это тоже будут даваться какие-то очки эпохи. Первым назвать реку, первым... Ну, про горы я, правда, не уверен. Вулканы будут точно называться, а вот прям каждую гору назвать вряд ли такое будет. Ну и различные природные катаклизмы, я уже об этом сказал, будут зависеть от ваших действий на карте. Ну, вот несколько примеров еще приведу. То есть, сжигаете уголь, повышается глобальное потепление. Вырубаете леса, повышается риск засухи. Когда река выходит из берегов, она не только уничтожает улучшения, но она может сломать стены города, нанести урон юнитам, разрушить постройки в районах и убить гражданских юнитов, тех же рабочих или поселенцев даже. Единственное, надеюсь, что игра нас все-таки будет как-то предупреждать об этих катаклизмах, чтобы мы могли подготовиться, а не просто вот хопа, рандом там щелкнул пальцами, а у нас тут стояли юниты, и они все умерли. Кстати, вот в стриме у Англии изменен цвет, но разработчики говорят о том, что вообще для каждой цивилизации они подготовили альтернативные цвета. То есть, вы сможете даже выбирать, каким цветом у вас нация будет. Как они сказали, два основных и два второстепенных будут, я так понимаю, что то ли четыре, то ли два сета. Из возобновляемых источников будут солнечная энергия, ветровая, геотермальная, гидроэнергия и, видимо, биотопливо. Ну, а стратегические будут потребляться не только для энергии, но и, похоже, только для поздних юнитов. То есть, в поздних эпохах юниты будут требовать столько стратегических ресурсов, сколько юнитов у вас есть. Ну, в принципе, как это было в пятой цивилизации. Три новых типа правительства появятся, а технологии будущего, кстати, будут в каком-то случайном виде. То есть, скорее всего, это будет реализовано так, вы не сможете их все открыть, вам придется выбирать что-то одно из того, что есть, а другим доступ будет закрыт тогда. Точно известно, что изменятся способности Англии, Китая, Золусов, Индонезии и России. Ну, про Россию я вам уже сказал, какая способность добавится. Аллилуйя, вы не поверите, понадобилось два дополнения, но в игре появится очередь постройки. Причем, вот во время стрима Айдбич опять начал рассказывать о том, как это сложно было реализовать в шестой цивилизации. Хотя я прекрасно помню, что практически сразу после выхода шестой цивилизации появился мод, который добавлял эту очередь постройки. Ну, кривовато он работал, но тем не менее он работал. Так, они мало того, что очередь постройки в города добавили, они еще и создали отдельный экран, на котором показаны все города и все очереди постройки в этих городах. Это, по-моему, офигительная фишка для поздней игры, когда переключаться между своими 13 городами просто задалбывают. То есть их, видимо, уже доконали эти все приколы после каждого патча, опять они не добавили очередь постройки. Но это настолько, блин, фишка явная, которая просилась в игру давным-давно, которая была во всех прошлых частях серии. Что-то просто удивительно, что два дополнения надо для этого. Из чудес природы люди на стриме разглядели Памуккале, оно точно будет, добавляет плюс два золота всем коммерческим районам, которые рядом с ним находятся. Я, кстати, был в Памуккале, это в Турции, такое природное явление, похоже, как на пену, такое, ну, красиво, красиво, кстати. Из улучшения разглядели лыжные курорты, можно будет ставить, но это явно на туризм что-то. Кстати, если мы говорим про изменение способностей наций, то у Англии это увеличение накопления ресурсов. Звучит так, железные и угольные шахты аккумулируют на одну больше ресурсов в вход. Вот это новая механика такая. Это явно усиливает, кстати, Англию. Плюс 100% к производству военных инженеров, и военные инженеры получают на два заряда больше. Здания получают дополнительный выхлоп, если электрифицированы. По-моему, Англию точно усилили. Сто пудово. Намного посильнее будет. Да, кстати, по поводу природных катастроф, слава богу, в настройках их можно будет даже отключать или регулировать их количество во время игры. Правда, как это будет реализовано, сложно сказать. Может, в течение всей игры будет только три природных катастрофы. Но хорошо, что это настраивается. Да, вы будете, когда угадывать цивилизации, имейте в виду, что разработчики сказали, что некоторые из новых цивилизаций никогда до этого в серии игр Sid Meier's Civilization не появлялись. Неужели евреев всё-таки внесут? Ну, посмотрим, посмотрим. В общем, выглядит дополнение вот на данном этапе по тем фичам, которые я читаю, очень и очень солидно. То есть, это действительно похоже на допиливание игры до нормального состояния, так как Brave New World для пятой цивы, так и Gathering Storm будет для шестой. Очень солидные добавления. Минус здесь, в первую очередь, в цене. На данный момент для России дополнение стоит 1500 рублей. В США, так на минуточку, оно стоит вообще 40 долларов. Но и для России 23 доллара, по-моему, это нехило так. И в данном случае, кстати, ну, примерно так же и в Украине, и в Казахстане, в данном случае наши страны не считают типа нищими. Потому что, например, для Аргентины это дополнение продаётся за 12 долларов. То есть, практически в два раза дешевле. Но тут, видимо, сказывается большая популярность шестой цивы. Я думаю, у 2K есть статистика по тому, в какой стране сколько покупают. И, похоже, хотят всё-таки на фанатах заработать. Но, в принципе, я вот посмотрел оригинальную стоимость ванильной версии, дополнение Ryzenfall и вот сейчас дополнение Gaziant Storm. То есть, те, кто покупал без всяких скидок, практически 80 долларов уже потратили. Это, я имею в виду, по российским ценам. Это очень-очень немало. Сейчас, кстати, на шестую циву скидка на оригинальную версию. Так что, если хотите сэкономить, то поспешите. Всё, за 500 рублей продаётся. Если я какие-то фишки упустил, то добавляйте в комментариях. Ну и, естественно, мы постепенно с приближением к выходу дополнения будем узнавать всё больше нового о нём. А на этом пока всё. Я постарался познакомить вас с этим анонсом внезапным совершенно. Играйте в умные игры. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своём экране. Играйте в умные игры и всем пока. Играйте в умные игры.